Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Мы с мужем уже 12 лет вместе с первого года. Встречались в 10 лет законном браке. У нас дочь 7 лет, сейчас я жду второго малыша. Всё было нормально, как в среднестатистической семье. Недавно муж пошёл встретиться с друзьями, пришёл. Выпиши, быстро уснул. Телефон обычно стоит на код-тароле. Тут силовое состояние было разблокировано. Я решил проверить его телефон. И тут семья, я желаю споднок. Я начал в соцсетях его приписку с другой. Там здрасте, признание в любви, любовные смайлики, фото друг к другу. С его стороны слава, что он думает о ней, любит её. Она для него стала наркотиком и всё такое. Я лично узнала от неё, что секса у них не было. Были поцелуи и 2-3 встречи. Продолжалось это 2 недели. Я в разбитом состоянии, меня обредали. Я не знаю, что делать. Я не смогу ему это вопросить, ведь любит он её. У нас был сильнейший разговор с скандалами и слезами. У меня на эмоциях разблочение. Он прислушал. Видно было, как ему стыдно, как он виноват. Я на 14 недели. Мы вместе хотели этого ребёнка. Больше даже он. Что делать? Как быть? Я расплелась. Ну, в первую очередь, пожалуй, нужно сказать, что у вас травма. Вот. Психологическая травма. Это первое. И её нужно прожить, потому что это боль. Второе, я бы сказал, что если есть возможность отложить это до его родения ребёнка, потому что тот факт, что вы беременны, будет осложнять процесс психотерапии. Дело в том, что беременность влияет на психику женщины и восприятие психотерапии совершенно не такое, совсем не такое, как, ну, когда беременности нет. Если возможности нет, то, конечно, нужно заниматься сейчас, вот, заниматься психотерапией, психотерапией травм. Вот. А второе, на что хочется обратить внимание, это кризис отношений. Что представляет из себя в данном случае кризис отношений? В данном случае он из себя представляет то, что вы, судя по вашей реакции, чрезмерно и через чур растворились. Растворились, растворились в, ну, в мужиках как бы, растворились, да, растворились, словно говоря, там, в семье. Вот. И это растворение ваше, оно позволило вашему мужу, вот, увидеть в себе, увидеть в вас точнее, себя. Это ему стало неприятно, и ему понадобился другой партнер, чтобы почувствовать, что он находится в отношениях с другим человеком, то есть основная здесь проблема такая, это вот разрушение личных границ между вами и вашим мужем. Далее, не просто так, вы пошли проверять его телефон, на мой взгляд, к этому были какие-то пропал ссылки, то здесь есть недоверие себе, и вот мы получаем картинку. Вы не слишком доверяете себе, испытываете тревожность по поводу своей безопасности, например, и стабильности, и вот вы, убегая от этого состояния, распираетесь с своим мужем, надеясь получить поддержку от него. Что, конечно же, невозможно, потому что то, что вы испытываете, это исключительно ваши проблемы. Вот. На мысль о том, чтобы себя защитить указывает ваша фраза законный брак. Что, знаете, вот типа у меня законный брак. Все, я защищена. Вот. Есть такое ощущение, что проблема собственной защищенности и проблема личной границы является слава с базовой. Ну, а она произрастает из чувства нереализованности, низкой самооценки и, в целом, почему вы расклеились, в целом. Я сама по жизни не знаю, куда иду, не знаю, куда я хочу идти. Я иду только по пути семьи. Вот. Семья важна, безусловно, но здоровые отношения в семье невозможны, когда у человека нет своего собственного пути, а есть ли у вас свой собственный путь. Вот. На этот момент я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание. Вот. Эмоции, скандалы, слезы могут быть вызваны беременностью. То есть тут картинки однозначные нет. То, что вы хотите, ну, то, что вы подчеркнули, что ваш муж виноват, ему сыр, на это манипуляция. То есть это вот, поверьте, когда человек с чего-то стыдится, это не означает, что он прекратит это делать. Скорее наоборот. Потому что, ну, в детстве ребенок испытывает чувство вины, а потом он в принципе делает то же самое, потому что таким образом получает внимание. то есть вы, по большому счету, сейчас своему мужу показали себя. Вы показали себя ему. Не его, себе, а себя. Естественно, он будет бессознательно к этому стремиться. Для этого нужна другая девочка. Вот. Такие дела. Ну, и обратите внимание на то, что... Как бы, ваша реакция, да, скандалы, все это же, претензия, обвинения, говорить, что все мужчины виноват. Но появление другое, это следствие кризиса в отношениях. Следствие того, что вашему мужу, например, всего-то не хватает. Да, потому что он чем-то не удовлетворен, а у вас отсутствует доверительное отношение. Потому что, ну, как бы, вы не знаете, что ему нужно, например. А ребенок, вообще говоря, выглядит как, я имею ввиду, второй ребенок, выглядит, вообще говоря, как, в этом контексте, в контексте этой ситуации, выглядит как попытка, попытка убежать от конфликта. То есть, ребенок спасительный такой. Ну, совершенно очевидно, что в таком ключе отношения вам не гармонизировать. Гармонизация может быть только вследствие работы над собой. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.